Привет, друзья! Мы с тобой вместе. Сегодня очень необычная тема. Я хочу немножко прояснить ситуацию по поводу некоторых комментариев. Есть люди, бутейковцы, которые утверждают, что при частом связанном дыхании происходит болезнь, потому что вылетает, вымывается СО2 из организма, как это страшно, что это нельзя делать и так далее. Давайте так. Что такое метод бутейка и в чём его суть? Запомните на всю оставшуюся жизнь. Вся фишка в открытии бутейка – это то, что нужно накапливать углекислый газ, потому что в атмосфере его нет, практически нет. И СО2 жизненно важен для нашего организма, и чем больше СО2 у нас остаётся в нашем теле, тем здоровее мы являемся. То есть здоровье – это тогда, когда у вас в норме СО2, когда вы глубоко дышите в своей обычной жизни, запомните этот момент, когда вы делаете глубокое дыхание. То есть очень глубоко вдох, глубокий выдох. Если вы будете в жизни так постоянно дышать, то вы, скорее всего, будете себя чувствовать плохо, потому что углекислый газ будет выходить в большем объёме, и он не будет оставаться и в лёгких, и он не будет накапливаться. А если у вас углекислого газа мало в организме, то кислород не усваивается клетками. Вот, в принципе, вся суть метода бутейка. Дальше уже идёт производная. Следующий вопрос – как накапливать СО2, как накапливать углекислый газ? На этот вопрос очень много разных уже тематик расходится, разных методов построено на вот этом моменте, на этом вопросе. То есть задайте себе такой вопрос – как я могу в течение дня своей жизни накапливать углекислый газ в организме, чтобы он меньше всего выходил? Самое первое, что приходит на ум – это очень коротко дышать и неглубоко, чтобы углекислый газ оставался в лёгких и его меньше всего выходило. Следующая техника – это очень медленный выдох, небольшая пауза, короткий вдох и опять медленный выдох. И если вы в течение своей обычной жизни дышите, либо коротко, как бутейка завещал, либо после выдоха делаете паузу, потом вдох, потом опять выдох, пауза, то есть делаете паузы между выдохом и вдохом, либо наоборот, то вы тем самым будете сохранять правильное количество и пропорции углекислого газа. Если мы берём практики энергодыхания, то они построены на обратном эффекте. Мы здесь создаём стресс для организма, запомните этот момент. Во время стресса происходит выброс адреналина, гормона стресса и кортизол там ещё в кровь выбрасывается. И получается, что мы, заходя на практику энергодыхания, она также похожа на холотропное дыхание, также похожа на ребёрфинг. И все эти методы связанного учащённого дыхания, вот так, они как раз-таки и построены на том, что выходит СО2, и организм включает систему защиты, он сужает сосуды для того, чтобы сохранить это количество, какое-то количество СО2. И получается так, что организм в этот момент, вот когда вы начали дышать, вас начинает морозить всё, сводить руки, ноги, и не пойми, что происходит. Для некоторых людей впервые, которые начинают дышать эту технику, для них это вообще шок. Да, что со мной происходит, что у меня, голова плывёт, кружится, мне страшно. Такое предшоковое состояние. Так это и есть, это заложено в этом методе. Поймите, что в этот момент мозг и психика начинают формировать определённые алгоритмы выживания, алгоритмы выхода из этой ситуации. И вообще, любое развитие – это стресс, будь то спорт, будь то обучение чему-то. И мы можем создавать стресс, неважно, либо вы залетели в раскалённую баню, либо вы нырнули в прорубь, либо вы начали изучать какой-то новый предмет, у вас в любом случае будет стресс. И вследствие, если вы дальше продолжаете, то у вас будут формироваться новые нейронные сети. И сформируется новый навык. Это первый момент. Второй момент. Есть в теле эмоциональные накопления негативные, и они закрепляются в теле в виде блоков. И вы не сможете снять такие глубинные блоки, связанные с психикой, не применив данную практику энергодыхания. Ну, те, что у меня на канале. Конечно, метод бутейка хорош, классный, да, но иногда нужно делать встряски, иногда нужно вылетать за рамки привычного состояния через вот такие техники. Поймите такую вещь. Если вы будете постоянно каждый день так дышать, это плохо. Это то же самое, что если вы будете каждый день есть мясо. Каждый день без приправы, без ничего, без гарнира и так далее. Что с вами будет? Да, или если вы будете, например, каждый день делать гипернагрузки в спорте. И смысл не в том, чтобы выбросить СО2 и навредить своему организму, а совсем в другом. Дело в том, что после такой техники энергодыхания у вас-то СО2 выбрасывается, выходит. Но потом происходит компенсация. Организм – это очень мудрый механизм вообще биохимический. И он будет откатывать назад после потери СО2. Он будет опять накапливать. И в организме начинает расширяться кислородная емкость крови. И это очень важный показатель. Потому что без вот этой встряски, без вот этой встряски, вы не сможете увеличить эту емкость крови. То есть, в обычной жизни, запомните два правила, в обычной жизни вам нужно дышать либо очень медленно и делать задержки легкие после выдоха и вдоха, да, между выдохом и вдохом, и задержку либо после вдоха задержали, чуть-чуть подержали, выдох. И вот отслеживайте этот момент. Очень медленно дышите в обычной жизни. Всегда. Но когда вы заходите на технику энергодыхания, то, естественно, это будет в любом случае выброс СО2, а как вы хотели. Никто об этом, никто это не скрывает. Но это и выброс гормонов стресса, и выброс замещающих компенсаторных гормонов, которые потом у вас при восстановлении будут в сильно лучшем состоянии, и у вас уйдут блоки, которые связаны с телом и с психикой. Вот этот момент нужно понимать. Для организма нужно определенные условия и определенные продышки, которые будут вводить тело в стресс, и вследствие этого стресса тело потом будет компенсировать этот стресс и выводить гормональную систему на более высокий и качественный уровень. Вот в этом вся фишка. Поэтому те, кто фанат метода бутейка, здесь нет противоречий. И да, не нужно дышать энергодыхание каждый день. Я про это тысячу раз говорил, что раз в неделю, а то и раз в две недели нужно делать. Иначе вы просто будете выжигать свою эндокринную систему. Хотя есть некоторые умники, которые дышат каждый день, и организм просто работает на уровне компенсации. То есть он где-то компенсирует эту потерю. Конечно же, это может он брать из еды или из каких-то других источников. Но так делать не нужно. Поэтому по методу бутейка дышите очень коротко и, короче, сохраняйте СО2. Все, все просто. Как вы это будете делать? Дышать пранаямы йоговские, медленно дышать, делать паузы после выдоха и вдоха. Это уже ваше дело. Тогда вы сохраните здоровье, и вы будете всегда в прекрасной форме. Но практики энергодыхания нужно делать регулярно. И, конечно же, между ними должны быть длительные паузы. Потому что, как и тренировка, мощная спортивная тренировка, происходит резкий выброс, всплеск, и потом идет время, идет какое-то восстановительное время организма, и он восстанавливается, мышцы растут, и ты становишься крепче. Потом еще одна тренировка, потом опять восстановление, и ты становишься еще крепче, и тем самым ты нарабатываешь у себя огромную силу. Вот такая информация, друзья. Поэтому не нужно накидываться на то, что нету СО2 в организме, вы будете там умирать, болеть и так далее. Все, кто прошел техники энергодыхания, курсы, они сильно лучше себя чувствуют и повысили свой уровень энергетики, потенциала на несколько ступеней выше. Вот и все. Такое видео, друзья. У меня все. Дышите. Не нужно дышать часто энергодыхание. Применяйте один раз в неделю, а то и раз в две недели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, колокольчик обязательно, чтобы не пропустить следующий видосик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok